Здравствуйте! На телеканале Россия, вести Татарстан, о самых заметных событиях этой пятницы расскажут мои коллеги и я, Лилия Галимова, в этом выпуске. Громкое убийство, за что мужчина попал под град пуль, версии следствия и друзей погибшего. Жизнь собачья, какие человеческие условия создают для бездомных четвероногих. Кто они, кандидаты на пост муфти республики и какие у них планы в случае избрания. И спортивные прогнозы метеорологов, как синоптики могут повлиять на универсиаду и какой клад ищут в озере Кабан. На новом старте Акбарс готовится к первому сражению с трактором. Такого давно не было в Казани средь бела дня. На оживленной улице расстреляли мужчину. Город пуль посыпался на его автомобиль. Прибывшим на место правоохранителям осталось лишь вытащить из изрешеченной машины тело. По данным следствия, погибший был сотрудником крупной строительной фирмы. Алмаз Хакимов с места происшествия. Такого заказного убийства, пожалуй, не было с лихих 90-х. Сегодня на улице Беломорской неизвестный выпустил всю обойму по легковому автомобилю. В этот момент в салоне находился мужчина. Он скончался от полученных травм. Машина буквально изрешечена пулями. Пять отверстий отчетливо видны на лобовом. Пробито водительское стекло. Киллер произвел как минимум 10 выстрелов. И не исключено, что делал это из автомобиля. Убийцу не смутило оживленное место. Рядом в высотке крупный торговый центр «Автомагистраль». Следователя назвали мотив преступления. Следствие не исключает, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью. Вызвешено уголовное дело по статье убийства. Тело было обнаружено в районе плен 10 утра. Убитым оказался 35-летний начальник отдела одной из строительных фирм «Казани». По другой информации, погибший также занимался продажей одежды. У него остались двое детей. Младший родился чуть меньше месяца назад. Прибывшие на место происшествия друзья говорят, что мужчина жаловался, что его преследуют. Он говорил, что за ним постоянно следят. Что у него были такие моменты. Что он чувствовал это. Следователи изучили место преступления. Сейчас определяется, из какого оружия стреляли. Возможно, расследованию помогут съемки с камер видеонаблюдения. Их записи могут попасть на стол криминалистов. Алмаз Хакимов, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан. И вот ближе к вечеру стало известно имя погибшего. Это уроженец Чечни Равиль Гематудзинов. Сегодня в Казани на улице Эсперанто автомобиль на высокой скорости влетел в остановку, на которой в тот момент находились люди. Одна женщина в результате сильной кровопотери погибла. Инна Данилова с подробностями. Все произошло вот здесь. Женщина сидела на скамейке в ожидании автобуса, когда на полном ходу на остановочную площадку вылетел автомобиль. Водитель 99-й следовал со стороны Павлюхина по улице Эсперанто. И как он ее держает, перед ним один автомобиль поворачивал налево, а второй автомобиль его объезжал. И он во избежание столкновения резко взял вправо, машину развернуло. И за нечастью он совершил наезд на остановочную площадку. В сущности вызывать медиков было уже бессмысленно. 48-летняя женщина скончалась на месте. Водителю, по вине которого все это произошло, лишь 18. Водительский стаж 8 месяцев. Он в шоке, плачет и не может толком рассказать о случившемся. Машина собранная только. Машина без номеров. Будем смотреть на станцию диагностики, теперь технически исправно, технически состояние машины. Одна из причин может быть неравномерное торможение колес. То есть тормозная система может быть неисправная. Но очевидно то, что скоростной режим он не следовал. Безопасный. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им и предстоит выяснить, что именно стало причиной трагедии. Инна Данилова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан. Весеннее обострение. Такой диагноз ставят специалисты бездомным собакам. В то время как врачи практически ежедневно лечат после укусов по три человека. С начала года в республике пострадавших уже более двух тысяч. Связывают это с сезонной агрессией. О том, какие условия создают для того, чтобы дороги бездомных животных и людей разошлись. Эльмира Заляева. Этот синяк на ноге следы от зубов милого песика. Укус хоть и небольшой, но даже он может быть источником смертельного заболевания. Бешенство. Но Риету Хватулиной повезло. Эта встреча с животным оказалась без устрашающих последствий. Но для профилактики в травпункт женщина все же заглянула. Они наброшены, ну не первый раз. Позавчера на соседа тоже такая ситуация была. Сосед не пришел, у него нога вся пухшая. А я пришла сама себя, чтобы обезвредить. В среднем обращается в травпункт от двух до трех человек. Ну, может быть, и в некоторые дни нет обращения, а в некоторые дни, может быть, и до пяти человек. Вот, до четырех-пяти человек. И это данные только одного учреждения. С января этого года с укусами в травпунктах столицы побывало 624 человека. А по всей республике зарегистрировано уже больше двух тысяч пострадавших. Это почти половина от общего количества прошлого года. Чтобы сократить число уличных собак, существует специальная служба отлова бездомных животных. Вольера СОБЖи сегодня пустует. Служба временно не работает. Так что единственный четвероногий житель, которых мы смогли найти на территории, это вот эти три щенка. В помещении непривычно тихо, но к приезду постояльцев уже все готово. Причем меняются условия содержания регулярно в целях гуманности. Мы именно сокращаем численность гуманными путями. То есть именно уже внедряем практику европейских стран, как там работу проводится. То есть изучаем и уже вводим как раз у нас на территории нашей организации, на территории города Казани. Этот кабинет и тот кабинет во время функционирования нашей организации у нас здесь проводится операция. То есть проводится стерилизация, гастрация и вообще осмотр от этих поступивших животных. После осмотра необходимых процедур собак располагают в специальных вольерах. Есть участок на улице. Но все же это дом для братьев наших меньших временный. Каждому служба подыскивает хозяев. А пока здесь ожидают первых постояльцев. Появятся они тут не раньше апреля. Эльмира Заляева, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан. Закупить овощей, мясо, крупы, молока, кондитерских и макаронах изделий, рыбы и меда по приемлемым ценам смогут казанцы. Завтра на торговой площадке, прилегающей к агропромышленному парку «Казань», что на пересечении проспекта Победы и улицы Аграрной пройдет очередная сельхозярмарка. Она будет работать с 8 утра до часу дня. От остановки метро «Проспект Победы» до агропромпарка горожан с интервалом в 20 минут будут доставлять бесплатные автобусы. Временно исполняющий обязанности МУФТИ Республики сегодня собрал пресс-конференцию, дав понять журналистам, что основной задачей видят сохранение единства мусульманской уммы. Такими же едиными оказались взгляды и других кандидатов. О чем думают претенденты на ДУМ, выслушала Эльвира Ябитулина. Разнообразие не значит расхождение. Это первое, на что обращают внимание журналистов, исполняющие обязанности МУФТИ, комиссы Мигулин. Различия во мнениях не должны стать препятствием для единства уммы. Серьезная работа предстоит над искоренением негативных представлений об исламе. Имамы должны заниматься также просветительской деятельностью, не тратить свое драгоценное время, чтобы искать средства на содержание своей мечети. Такого же мнения придерживается Харис Хазрат Салихжан, кандидат на пост МУФТИ Республики. В случае избрания его председателем Духовного управления, он намерен воплотить методику освоения религии и науки неразрывно. Она изложена на трех языках в его книге. Наша задача – всеобщее просвещение религиозных деятелей на основе религии и науки. Поэтому сама методика называется «Духовное и светское воспитание отцов, детей и матерей на основе религии и науки». Только тогда человечество воспрянет ото сна. Тогда, по мнению Хазрата, общество избавится от стереотипов о религии. Особая работа в этом направлении должна быть с молодым поколением, считает глава Совета Улема Всероссийского МУФТИАТа Фарид Салман, тоже кандидат на пост МУФТИА Татарстана. Необходимо рассматривать также и некоторые, скажем так, новации. Новации касаются, скажем, религиозного диалога. Новации касаются работы с молодежью. Сегодня, как никогда актуально, именно работы с молодежью для того, чтобы увести нашу молодежь от влияния, тлетворного влияния всяческих тоталитарных сект, которые иногда действуют под, скажем так, исламскими одеяниями. Сегодня стало понятно, программы всех кандидатов схожи. МУФТИА выберут на внеочередном съезде мусульман. Эльвира Бятулина, Павел Прищепов, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Приостановили строительство еще на стадии фундамента. Возведение первого в России детского хосписа заморозили. Не хватает средств на оплату аренды земли. Вместо положенных девяти за нее просят почти 100 тысяч рублей. Как с коммерческих учреждений. Причина – в законодательстве не прописано понятие хоспис. И будущий объект, предназначенный для неизлечимо больных детей, зарегистрировали как санаторий. Первую оплату – почти 15 тысяч рублей – руководители проекта уже внесли. К Аликову, Кмечину ходили, Миндемиумущество, Глав, АПУ отходили. Везде ходим, везде просим. Просим просто, ребят, помогите нам. Во всем мире, во всем мире принято. И у нас уже в России это практика пошла. Питер, Москва, землю и здания под хосписы дают бесплатно, безвозмездное пользование. То есть руководство города, республики или страны идет навстречу, потому что знает, что это социально значимый объект. И здесь будут жить родители и дети, которым, к сожалению, их нельзя вылечить, но это не значит, что им нельзя помочь. Есть еще одна проблема. Строительство хосписа требует расширения земли, но мешают гаражи по соседству. По документам они бесхозные. Однако разрешение на их снос получить не удалось. Помочь руководителям благотворительного проекта не смогли ни в исполкоме, ни в Миндемиумущество Республики. Что ищут метеорологи на дне озера Кабан? В преддверии своего профессионального праздника синоптики делятся с весьма необычными аспектами своей работы. Василия Хузина о погружениях и совсем неспортивном интересе к универсиаде. Река Казанка, левый берег. С улицы выше, с улицы ниже. ТЭЦ. Это Казанка тоже. Это пробы воды. Метеорологи проверяют их на уровень загрязнения. В случае опасных отметок зовут надзорные службы. Словом, именно здесь следят за чистотой казанских водоемов. В соседней лаборатории уникальный спектрометр. За три минуты разложат любой анализ на 42 элемента. Найдет ответ даже на самые древние загадки. Ходит легенда, что в озере Кабан спрятан ханский клад. И сейчас мы получили такую возможность проверить, есть ли драгоценные металлы в водах озера Кабан. Пока, к сожалению, ничего не нашли. Но воды были отобраны с поверхности озера. Кто знает, если отобрать поглубже, в глубине, может быть, что-то и найдем. Все впереди. Нового оборудования много. Метеорологи тоже готовятся к универсиаде. Будут следить за погодой во время игр. И в случае необходимости даже переносить матчи. А пока специалисты предупреждают дачников. В первой декаде апреля ждут начала паводка. И хотя снега немного, уровень Куйбышевского водохранилища выше нормы на два с лишним метра. Это говорит о том, что уровень воды в водохранилище повышен. И свободной емкости может не хватить при резком схода снега и с увеличением бокового притока к этому водохранилищу. Так что дачников хотелось бы особенно предупредить, потому что должны будут подготовиться. Более-менее ценные вещи нужно будет убрать из дома, вывезти, поднять повыше, подвалы опустошить, ну и так далее. Под угрозой подтопления дома в прибрежной зоне. И все же обильного половодия синоптики не ждут. Конец марта выдался холоднее нормы. Апрель награду степлее обычного. Василия Хузина, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан. Взять реванш и выиграть конференцию. Эти цели совпали у хоккеистов казанского Акбарса, которые начали подготовку к финальному противостоянию с трактором. Сегодня двукратные обладатели Кубка Гагарина провели открытую тренировку для журналистов. Перед стартом серии в стане Акбарса царит рабочее настроение. К домашним играм с сибиряками готовятся в полном составе. Зеленое дерби порядком измотало казанцев, но силы на главную встречу Востока, конечно же, остались. Также вся команда жаждет реабилитации после прошлогоднего поражения, которое поставило крест на надеждах о третьем Кубке в коллекции клуба. Особенными эти поединки станут для Дани Сазарипова и Евгения Медведева. Они воспитанники челябинского хоккея. Начало матча завтра в 17.00. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Это плей-офф в принципе. Любой соперник принципиальный. В том году мы уступили, к сожалению, на дам. В этом году, считаю, исправить и настроиться как следует, чтобы пройти эту команду. Сейчас узнаем о том, какую погоду синоптики нам обещают завтра. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Хотите быстро снять нервное и умственное напряжение? Принимайте глицинфорте «Эвалар» с усиленной формулой. Глицинфорте «Эвалар». Почувствуйте разницу. 23 марта в Татарстане облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадка, в нем местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. Температура ночи 9-14 при прояснениях до 20, днем 2-7 градусов мороза. На дороге гололедица. В магнитном поле Земли прогнозируются небольшие возмущения. Атмосферное давление 755 миллиметров артутного столба. Японские кондиционеры. 2-505-505. Калинина 60. Магнитно-резонансная томография в медицинском центре Ава-Казань на профсоюзной 19. Телефон 20-20-717. Такие вести к этому часу. Далее федеральные новости. Телефон нашей редакции 554-30-31. Звоните, оставляйте ваши сообщения. Хороших выходных. Берегите себя. Увидимся на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова